Попытка номер два. Первый раз я снял, мне не понравилось, хочу еще раз попробовать. Этот влог будет не про мою работу, как обычно. Он будет скорее про музыку, про музыку, которая сейчас в трендах, которая популярна. И даже, наверное, не про саму музыку, а про отношения людей. К этой музыке. Отношения некоторых музыкантов, ну, не некоторых, а многих музыкантов, которые вокруг своей музыки строят какую-то целую вселенную. Которая им кажется очень интересной. Сложно сконструированной и достойной восприятия больших масс людей. Особенно это касается рок-музыки. Какой-то сложной и тяжелой. Когда они выстраивают какую-то вот эту свою музыкальную вселенную, начинают про нее рассказывать одухотворенно. И не получают тот отклик, который им хотелось бы. Не получают такой отклик, как какая-нибудь Ольга Бузова или Моргенштерн. Тут начинается бомбеж. Типа, что это за говно? Что вы слушаете? Как это можно? Вы не понимаете, что вы... Вы... Вы едите говно. Это... Это тупость. Это деградация. Это нельзя давать людям. Вы оболвайниваете и деградируете население. И... И вот так вот, короче, понеслась. Понеслась. Сами знаете, что. Я понимаю. Я понимаю чувства этих людей. Я понимаю... Почему они бомбят. И во многих, во многих моментах разделяю их. Но... Я попытаюсь объяснить с точки зрения обывателя. С точки зрения обычного потребителя. Собственно, который употребляет подобный контент. Подобную музыку. Представим себе человека, который... Где-то очень сильно трудится. Например, инженер. Который строит какие-то... Сложные... Приборы. Либо системы. На которые затрачивает, но... Довольно серьезные... Умственные способности. Свои силы. Внутренние ресурсы. Которые... Ну, в течение дня. Которые к вечеру его приводят... Ну, в такое... Довольно... Сложное состояние. Когда нужен... Либо покой... Либо... Наоборот... Какой-то... Выход эмоциональный... Но... Не сложный. Не там, где нужно погружаться куда-то. А в какие-то... Примитивные эмоции. И именно деградация. Чтобы разгрузить мозг. И для этого... Как раз... Существует... Существует... Подобная музыка. Существует... Ольга Бузова. Существует... Вот этот... Так называемый... Рэп... Новые волны. Который... По моему мнению... Отвратительный. Но... Как бы... Если есть запрос в обществе... Значит... Музыка такая... Должна присутствовать. И в этом ничего плохого нет. Не нужно... Говорить, что люди тупые. Люди начинают оболваниваться. Что типа... Нужно пускать в ротацию... Какую-то музыку. Какую-то рок-музыку. Как говорит... Леос Хеллскрим Академия. Что пускай на первом канале... Какой-нибудь Саботон выступает. Или что-то типа того. Могу еще со своей... Стороны добавить. Я сам работаю со звуком. Вот. И не с музыкой. Не с музыкой. Но... Тем не менее... Зачастую мне этого достаточно. Чтобы мне... Чаще всего требовалось... Тишина. И... Честно говоря... Последнее время... Последние несколько лет... Я очень мало слушаю музыки. Особенно какой-то сложной. У меня это... Либо что-то легкое... Фортепианное. Либо... Это... Какая-то электронщина. Ну такая... Очень простая. Без... Опять же... Без... Чего-то там... Сверх замороченного. Которая имеет... Определенный ритм. Вот. И... Даже вот эту музыку я слушаю очень мало. По сравнению с тем, что было там... Ну... Лет... Пять-десять назад, например. Возможно, для кого-то я деградировал. Потому что не слушаю... Мишеля Петручьяни там... Или... Или какую-то классику. Какую-то сложную. Шнитке там... Или еще что-то. Подобное. Вот. И... На самом деле, если есть... Запросы в обществе... Не нужно думать, что люди вокруг... Болваны... Неадекваты и тупые. Есть... Определенный интерес. И он удовлетворяется... С помощью тех людей, которые... Собственно, сейчас... Во всеуслышании и на экранах. Это абсолютно нормально и хорошо. В этом ничего плохого нет. А те, кому нужна какая-то сложная музыка... Они обязательно ее найдут. Им... Не нужно... Так долго... Искать где-то копаться... Сейчас, в данный момент... Как... Было это... Лет... 15-20 назад... Когда мне было... 14-15 лет... Я... Искал... Ту музыку, которая меня интересовала... И... Ну, бывало, что довольно сложно было ее найти. Вот я тогда жил в Зеленограде. И... В каких-то музыкальных магазинах было сложно... Что-то достать... Что могло бы меня удовлетворить. Скажем так. И... С интернетом тогда были... Некоторые проблемы. Потому что... Высокоскоростного тогда еще особо не было. По диалапу что-то вытаскивать... Тоже... Довольно проблематично. Какое-то время работал Napster. Тот, кто... Жил в то время... Тот помнит, что это за система была. Которая активно пиратила... По всему миру музыку. Но... Потом... Лавочку прикрыли. Вот. И... Рядом... У меня рядом с домом был музыкальный магазинчик небольшой. И... Там я... К своему счастью... Нашел... Нашел... Еще на кассетах... Пантера... Ульга Дисплеев Павла... И... Чилдрен оф Бодом... А... Вот это конечно было счастье. Сейчас, во время... Всевозможных стримингов... Сервисов... Которые доступны... Просто за копейки... Можно... Слушать... Все что угодно... И в любом количестве. Поэтому... Запускать... В ротацию... На... Центральные... Федеральные... Каналы... Там... Канниал Корпс... И... Что-то подобное... Абсолютно... Не нужно. Пускай там... Крутится то, что нужно массам... Для отдыха... Для... Разрядки мозгов... Для... Для... Того... Веселья... Которое... Необходимо... Не погружаясь... В дебри... В какие-то... Мысли... Сложные... Сложносоставные... Там... Композиции... И... Какие-то... Мысли... Форма... Я не знаю... Как это назвать... В общем... То, что заставляет... Что... Призвано... Заставить людей... О чем-то думать... Как-то напрягаться... И... Вникать в лирику... Которую... Несет... Другой человек... Вот... Мне... Например... Мне абсолютно неинтересно... Что... Пытается... Сконструировать... Большинство музыкантов... И... В некоторых моментах... Даже неприятно... То, что они могут нести... Нести... Со своей лирикой... С какой-то концепцией... Вот... Поэтому... Я лично... Чаще слушаю... Музыку... Без... Без лирики... То есть... В основном... Это инструментал... А что касается... Всякой попсы... Ну... Как правило... Люди... Ну... Просто послушали... Забыли... Там... Чуть... Грубо говоря... Отвлеклись... От всего... Там... Вот эти... Два притопа... Три прихлопа... Этого... Им нужно... Чтобы... Немного... Разрядиться... Отключить... Мозг... И... Не думать... Там... Каких-то... Своих... Повседневных задачах... Которых... Беспокоят... Каждый день... Поэтому... Уважаемые... Товарищи... Типа... Леуса... Основателя... Хеллскрим Академии... Хе-хе-хе... И... Всем подобным... Товарищам... Вы... Занимаете... Именно... Ту нишу... Которая... Которой... Достойны... Скажем так... И... Различная... Поп-музыка... Поп... Рэп... Который сейчас популярен... Рэп... Новые волны... Там... И прочее... Оно... Находится ровно в той... Популярности... И в том месте... Где и должно находиться... Именно... В связи с запросом людей... И... Не нужно... Не нужно унижать людей... Говорить, что они... Какие-то деграданты... Потому что... Жрут говно... Нет... Все обстоит... Несколько по-другому... Спасибо за просмотр... И... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok...